Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сейчас я вам расскажу несколько цифр по строительству нашего нового инновационного центра. Инновационный центр будет строиться на площадке номер 16 особо экономической зоны. Площадка, вот здесь выделена, мы ее все видим, порядка двух двадцати тысяч квадратных метров. Два гектара, чуть больше. На этой площадке будет располагаться наш основной корпус, который будет состоять из двух зданий. У здания будет одно из двух составляющих. Это административный бытовой комплекс и производственный комплекс. В административно-бытовом комплексе будет в основном располагаться наши управленцы и технологии конструктора. А в производственном корпусе будет происходить основное наше действие. Это испытание того, что сделают наши конструкторы. Будет производиться серии электродвигателей, доводка технологических процессов. И основная тема будет та, где мы будем зарабатывать, производить нашу продукцию. Для того, чтобы более-менее подробно показать вам дизайн-проект АБК, потому что АБК – это будет центральная часть дизайна, мы сейчас перейдем к другому институту. Итак, мы очень хотели, чтобы нам разработали дизайн-проект нашего здания. Нам представили вот одну из картинок, как он будет выглядеть административно-бытовой комплекс. Мы попросили наших подрядчиков, чтобы они предоставили нам настоящее изделие из того, что будет воочию все это сделано. И вот мы видим на столе, как это будет выглядеть. Административно-бытовой комплекс будет выглядеть примерно вот так. Это конструктив. Цветовая гамма административно-бытового комплекса будет выглядеть в черном цвете, вот с таким стеклом, которое будет затеняться. Производственный корпус на дизайн-проекте выглядел у нас вот таким прекрасным способом и видом. И нам наши коллеги представили материалы и цвета, которые будут воочию у нас реализованы на площадке. Посмотрите, здесь будет три цвета. Основной – светлый, темный и бордовый. Вот это будет светлый. Из него выполнено будет процентов 70 здания производственного. Это темный, это будут сделаны крылья, там где будет у нас находиться инфраструктура. И бордовый. Этим цветом мы подчеркиваем то, что наше производство будет связано с энергетикой. Вот так примерно все это и будет выглядеть. Для того, чтобы более подробно объяснить вам, что же будет представлять инновационный центр, мы сейчас с вами вместе подойдем к планировкам. Итак, мы переходим к нулевой отметке. Общая площадь административно-бытового здания – порядка 520 квадратных метров. И общая площадь производственного здания на отметке 0 – 6030 квадратных метров. В административном здании будет главный вход с развяжными воротами. И дальше идет вертушечка. Проходим через небольшой холл. Здесь нас будет встречать робот. Причем этот робот будет выполнять несколько функций. Первое – он будет распознавать по лицам сотрудников, которые работают в нашем центре. И беспрепятственно их пропускать. Тех посетителей, которые заранее нам сделают заявочки, они будут прикладывать паспорт к роботу. И робот их будет пропускать. И люди, которые пришли без уведомительной заявочки, робот им предложит подождать и одновременно сообщит тем контактным лицам, которые их приглашали. Проходя через проходную, мы увидим большой, порядка, наверное, даже больше 100 квадратных метров шоу-рум. В шоу-руме будет находиться наша, условно говоря, выставка того, что мы достигли, наши будущие планы. И небольшой зал, где будут проводиться презентации и совещания. Здесь же будет находиться небольшая кафешка, где люди или персонал могут перекусить, попить чайку и пообщаться. Дальше мы проходим в производственный корпус. В производственном корпусе у нас будут находиться гардеробные, души, комната приемной пищи. И основной производственный зал, который мы, условно, сейчас разделили. Это на участок лазерной резки и сварки, механический участок, заготовительный участок, литейный участок. Здесь же будет находиться лаборатория измерения и исследований. Внизу будет у нас находиться участок покраски. И дальше, вот здесь мы все видим, это зона инфраструктуры. Здесь будет у нас тепловой пункт, холод-центр, системы обеспечения газом. Вот это вот зона выделенная. Здесь у нас будут складские помещения и кладовые комплектации. Это ноль в самом кратком виде. Отметочка 2. На ВБК, порядка тоже 500 квадратных метров, будет находиться управленческий аппарат. Генеральный директор, коммерческий отдел, бухгалтерский, юридический. И небольшой класс, где будет происходить обучение персонала, технологов и наших конструкторов. А также открытая, вторая отметка, открытая производственного зала. И небольшие помещения под службу главного инженера и участок материально-технического обеспечения. Третья отметка. Третья отметка АБК, тоже порядка 570 квадратных метров. И производственный зал, порядка 5000 квадратных метров. На третьей отметке ВБК будет находиться конструктора, технологи, то есть наш мозг. Поэтому мы создали здесь, попытались создать, по крайней мере, в предпроекте. Проект тоже так же будет, самые комфортные условия для того, чтобы люди наши творили здесь. На производственном участке здесь будет сборка тех вещей, без которых электродвигатели или мотор-колеса не могут работать. Это будут, и здесь собираться будут узлы и блоки контроллеров. Здесь будут кабельные участки. То есть все то, из чего мы должны получить готовые изделия. В целом, вся вот эта вот наша строечка рассчитана на два года. Я думаю, что все те наши начинания, которые мы сейчас уже сделали, которые мы будем делать в дальнейшем, все приведут к тому, что мы успешно через два года заедем в наш новый инновационный центр. Спасибо. Спасибо.